Школа мастеров Здравствуйте! В эфире телекомпания Салават и предновогодний выпуск Школы мастеров. Сегодня у нас в гостях Лиана Назмуддинова. Здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! Лиана, ну рассказывайте, что мы сегодня будем делать в преддверии самого светлого, самого яркого праздничного мероприятия Новый год? Ну, сегодня мы с вами изготовим вот такого рождественского ангела. Приступим? Конечно! Сегодня я тоже в действии, сегодня я работаю. Нам понадобится с вами такой атласный материал, круглой формы. Это вам. Диаметр важен? Диаметр не важен, смотря от размера куклы. Ага. Какую вы куклу хотите сделать? Хорошо. Ну, у нас тут, наверное, сантиметров 20. Ну, сантиметров 23, да, где-то. Вот такой квадрат белого цвета. Вот вам. Тоже где-то 23 на 23 диаметр. Фатин нужен тоже где-то 23 на... ну, 20 на 20 размер. Это у нас для крыльев. И для юбочки нам нужен тот также фатин с украшением по краю. Это вот тоже примерно где-то 20 сантиметров. Также нам нужны нитки красного цвета, ножницы, лента атласная тесьма, иголки. Ну и, соответственно, украшения для нашего, да, ангела. Приступим? Приступим. Давайте. Для начала мы берем вот такой круг серого цвета. Складываем пополам. Еще забыла сказать, нам нужен сантимон либо вата. Берем сантимон. Спасибо. Так, мы его немножко порвем, чтобы... Это нам нужно для головы. Теперь смотрите. Открываем наш сложенный круг. И посередине. И вкладываем посередине, да, чтобы... Это будет голова нашего ангела, основа. Теперь мы его сворачиваем вот так и крепко-крепко держим. Теперь красной ниткой нужно нам зафиксировать голову. Держите. Смотрите. Одним пальцем зажимаем нитку, а второй обматываем. То есть мы фиксируем, да. Можно затянуть, нитка не рвется. И завязываем узелок. Завязали узелок. У нас получилась голова и юбочка нашего ангела. Держите. Лишнее надо обрезать. Лишнее обрезать, да. Хорошо. Юбочку можно распушить, да, расправить складочки. Это основа нашего ангела. Сейчас нам нужен белый квадрат. Нужно положить его тоже уголками друг к другу сложить. Пополам. Пополам. Теперь берем нашу основу и его вкладываем точно так же посередине. Угу. Угу. И голову фиксируем уже второй раз. Точно так же. Держите. Леона, сами придумали такого ангелочка или где-то поглядели? Ну, сначала поглядела в интернете, но я его добавила немножко, как-то что-то свое добавила, чтобы более такой оригинальный. Тоже заматываем. Делаем узелок. Вообще творчеством давно занимаетесь? Да, творчеством занимаюсь с 11-го года. Как-то в 28-м детском саду работали, а у нас там музей был русских традиционных кукол, и стояло всего 5 кукол. Вот, и заведующая как бы предложила, и вот с этого у меня и началось. Вот, посмотрите, что должно получиться. Так, сейчас мы расправить. Вот это будет сейчас, да, у нас руки, а вот это будет туловище. Угу. Да. Теперь нам нужна длинная-длинная нитка красного цвета. Древние славяне, да, использовали, когда изготавливали кукол, нитки красного цвета. Как защита от злых сил, да, красного. Будет у нас новогодний оберег. Новогодний оберег, да. Обязательно с хорошими мыслями, с хорошим настроением. Можно загадать желание, пока вы делаете. Длинная нитка. Теперь эту нитку мы завязываем. Ее пополам складываем. Пополам складываем и завязываем узелок на шее. Все, готово. Угу, теперь завязываем. Не режем. Сейчас мы будем у нашего ангела отделять ручки от туловища. Смотрите, обережный крест делаем. Берем одну нитку и по диагонали складываем. Да, это будет, вот мы уже определили, да, одну ручку. Теперь по диагонали другую нитку. Посмотрите, получается обережный крест. Угу. Впрочем, получается. Угу. Делаем узелок. Нужно отделить туловище, чтобы вот прям вот отделилось, отделилось. Теперь эту нитку опять на спинку. Переворачиваем нашего ангела на спинку. И здесь сзади тоже делаем обережный крест. Смотрите, вот две нитки крестом. Ага, все, понятно. Угу. На спинке. И выводим на шею. Обматываем голову. Делаем узелок сзади на спине. Завязываем крепко-крепко. То есть можно этого ангела повесить на елку, да? Угу. И мы будем делать ладошки. Так, два нитка. Нитку разделим пополам. На две ладошки. Теперь посмотрите. Расправляем руку ангела. Вот так. Расправляем. Уголочек сгибаем. То есть, чтобы не видно было, что ткань махрится, да? Мы все края загинаем. И ладошку складываем. Вот так. И также перетягиваем красной ниткой. Вообще в Древней Руси нитки не резали, а рвали. Но наши нитки, конечно, порвать нельзя. Очень прочные. Они и ткань урвали. Вот как если делать по правилам обережную куку. Завязываем ладошку. Отрезаем. Получается? Да. Угу. И также делаем вторую ладошку. Да. Складываем. Ненадолго отложим нашего ангела. Сейчас мы будем делать крылья. Нам понадобится вот патин квадратный. Да? Квадратный патин, да. Мы его складываем в уголок уголочки. Так. Ну это как бы основа. Украшение должно быть неважно где. Или важно. Вниз углом. Угу. Берем иголки. Мы сейчас сделаем нашему ангелу крылья. Посмотрите. Начинаем от угла. И мы вперед иголку присбариваем. Наши крылья. К центру. Так. Затягиваем, чтобы получились вот такие вот крылышки красивые. Угу. И нам нужно закрепить туда-сюда пройти иголкой. То есть весь фатин захватить, чтобы у нас крылышки не расправились. Вот. И сделать узелок. Ну вообще вот на Древней Руси кукол делали иголкой, не пользовались. Но для крепкости мы можем на спинке пришить эти крылышки, да? Чтобы они у нас... Вот. К ангелу вот таким образом пришиваем крылья. Можно посадить на клей-пистолет горячий. Ну давайте пришьем. У нас осталась иголочка. Да. Минуточку. Прям к спинке, да. Пришивайте. Все. Расправляем у нашей юбочки, у ангела ручки, да? Вот. Теперь мы сделаем вот такую юбочку еще, да? Чтобы наш ангел как был легкий такой, невесомый. Уберем фатин. Такую ленту. Да? По краю. Так, тесьму атласную тоже нужна нам. И сейчас берем вот по краю. К туловищу присбариваем нашу юбочку. С кладками можно, можно так прямо. Чтобы вот юбочка как тело обвивала, вот посмотрите, да? Обкружить, получается, этим фатином тело нашего ангела. Можно, конечно, ангелу сделать вот волосы, как тут, да? Просто с антепон вот такой кудрявый, да, приклеить. Можно приклеить вот такие вот бусины на платье. Клеем, горячим клеем, пистолетом, да? Украсить нашу юбочку. Там уже полет фантазии. Там, да. Как ваше душе угодно. Можно на крылышки приклеить, да, вот эти вот даже сердечки, полубусины. Сейчас очень много продаются в магазинах для творчества. Классная тесьма нужна нам небольшого размера, чтобы можно было завязать. Вот здесь тоже нужно как бы ловкость рук, да, чтобы ленточка, пока мы ее завязываем. Не сползла, да, по объему головы. Да, точно. Ну все, наш ангел готов. Можно его повесить на елочку вот за нашу, да, петельку, которую мы оставили. А еще можно посадить на сани с мандаринами, да? Как можно подарить этого ангела? Сейчас расскажу. О, продаются такие коробочки. Да, можно новогодние. Новогодние, да, с новогодним декором. Можно туда, смотрите, положить мандарин. Ну, мелкий шоколад, да, любой. Ну, можно вот если ребенку, да, и положить туда новогоднего ангела. Оригинальный подарок. Оригинальный подарок, да, такой бокс ангела. И ангел будет как бы радовать, да, детей, ну, взрослых людей, да, мандарин также и шоколад. Вот такой бокс можно на сани посадить. Вот таких замечательных ангелочков мы сегодня научились делать. До Нового года осталось совсем немного времени, но его будет достаточно, чтобы сделать подарок своими руками. А я напоминаю, что это была школа мастеров. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо большое. С наступающим Новым годом! С наступающим Новым годом!